захотел реализовать свою мечту давным-давно хотел купить мотоблок причем не просто мотоблок а так чтобы один раз и на всю жизнь чтобы можно было делать все на нем и вот такой здесь выбор куча мотоблоков и какой же все таки выбрать и также немаловажен такой момент оснастка то есть это тогда когда можно сделать это все вручную и очень долго либо в удовольствие и за 10 минут допустим вот этот вот вариант да он самый мощный у него есть фишки понижайка много скоростей у него есть блокировка дифференциала что влево что вправо кстати не очень это очень удобная фишка то что можно мотоблоком поворачивать что влево что вправо у этого допустим мотоблока этого нету коробка чуть другая двигатель послабже есть такая оснастка уже с поворотом на двигатель очень слабы ну хотя смотря для чего у него 6 половиной сил тот в два раза мощнее а для мотоблока вес это немаловажно так как чем вес больше тем управлять им намного приятнее ну и конечно такой красавчик у складно со снегоуборщиком то мы ему не будет вообще смотреться огненно наверно но нет ни блокировок дифференциала коробка чуть-чуть похуже короче выбирая нюансов море мало того что когда выберы выберется голова так скажем это блок нужно выбрать для него нужную оснастку чтобы не мучиться на дворе и 21 век или вам нравятся лопатами заниматься не на самом деле огород это свой кайф вырастить что-нибудь на нем поковыряться но огород приносит удовольствие только тогда когда ты работаешь на нем качественным строят и не занимаешься рутинной работы из-за этого выбираем это блок я это хотел реализовать в том году но сейчас время такое что нужно ускоряться и не работать и двигаться кстати ну какой динозавр ну какой мощный адский динозавр но непонятно двигатели вообще неизвестен кстати для мотоблока немаловажно двигатель это очень важно потому что он должен работать всю жизнь вот реально все кстати тоже сколько чудища здорово еще с фарой из какой название это какое-то непонятно кстати есть здесь американский американский двигатель сейчас я покажу его так где 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 он а вот вот американец американец но но зачем он одноразовый режим это блок он должен перейти из поколение в поколение вот подрастающее поколение андрей какой вот этот все-таки мы сейчас мы будем смотреть оснастку что и как чуть не купил блин 20 тысяч за что это короче чтобы можно было на мотоблоке ездить то есть едешь как на тракторе а сзади там у тебя плуг либо копалка либо сажалка короче это делается для этого но я посмотрел на качество этого изделия во первых здесь толщина 2 миллиметра колеса вообще детские какие груза не ничего не увезут короче пришли подарки подарочки такие все такое запаковано и четенько а буду ездить кроликом траву косить ох огонь огонь ним словом хотел купить снегоход но купил мотоблок ямаха 12 сил такой интересный мотоблок сюда заказал адаптер с рулем ну там я кое-что хочу в нем сделать небольшие технические изменения и чуть чуть позже я сделаю обзор той навески которую я взял чтобы работа на садовом участке было в удовольствие и в кайф что же я буду делать с этим мотоблоком конечно же садить картошку пахать землю стричь траву потому что вся навеска которую сейчас я вам покажу короче все сложил пока в гараж и объясняю что за эти такие приспособия много читал смотрел обзоров выяснял что где взял вся навеска она него производства него единственно кроме вот это вот косилки сейчас объясню что и как что я думаю как должно это работать одним словом вот это приспособа сделано тоже пока не знаю как это все настраивается как это все будет работать но вот сюда в чан засыпается картошка он едет колеса эти крутятся передают крутящий момент вот на эту ленту на этой ленте есть вот такие вот как тарелочки которые цепляют картошку и закидывают ее сюда впереди идет такая приспособа которая делает лунку а сзади вот это она закапывает лунку и получается ты просто едешь в кайф там слушаешь музыку и у тебя картошка сама садится это что касается вот по этой приспособе я честно не знаю как это все будет работать может я что-то еще буду помимо этого дорабатывать но как говорится время покажет переходим к следующему инструменту к следующей приспособе это называется картофелевыкапывалка тут суть в чем ты едешь цепляешь ее к своему мотоблоку едешь она врезается в землю и земля по вот этой вот ленте двигается трясется и перекидывает наверх и картошка уже лежит такими грядами и просто нужно собрать но собирать конечно придется вручную это у нас такие вот колеса это колеса они ставятся на мотоблок место штатных резиновых колес для того чтобы можно было окучивать и кусты не подминались высота этот мотоблок он сразу же поднимается по высоте и кусты не подминают это у нас газонокосилка то есть не газонокосилка трава кос непонятная штука но ну как непонятная штука очень даже понятно она цепляется также за мотоблок у вот передается по ремню передается на шкив мотоблока и впереди ты едешь вот эти вот штуки крутятся и срезает траву ну говорят очень надежная посмотрим время как говорится покажет но тут много разных приспособ для которые шли в комплекте для того чтобы можно было перекапывать землю там шириной по моему метр так как мотоблок мощный из этого я взял пошире все максимальную навеску чтобы не мучиться чтобы все это доставляло максимум удовольствия следующий гаджет это вот такой вот распылитель аккумуляторный суть его заключается в том что заливаешь туда опрыскивать что картошку нужно опрыскивать жука никто не отменял и какого-то автоматического способа его собирать нету из этого набрал туда средства нажимаешь кнопочку там распыление чуть ли не до 12 метров и все распыляешь такой вот инструмент здесь гараже у нас конечно трэш но не обращайте на беспорядок такие вот инструменты меня спросите почему именно него есть какие-то дизельные мотоблоки есть с редукторами мотоблоки да по одной простой причине потому что он во первых легче во вторых он более универсальный кстати ли легкость мотоблоки это больше даже минус чем плюс но тем не менее если что-то где-то я могу руками приподнять там и куда-то погрузить на телегу и увести в одного ну ни от кого не зависит ну и плюс конечно в том то что очень много навески и навеска она фирменная но вот если смотреть на качество на качество самой навески ну как я как производственник да то что делаем буровые установки кстати ссылочку на канал на буровое дело чем мы занимаемся что производим точнее производили ну и в будущем конечно будем производить можете посмотреть суть в чем вот эти вот все швы сварные здесь, здесь, тут все, все сделано даже точки стоят качественно то есть покраска порошковая видно, тут какая-то лазерная гравировка Нева то есть качество на самом деле хорошее есть аналоги, стоят они не намного дешевле но по качеству сварки по функционалу, по качеству изделий, по крайней мере я это вижу и рука не поднялась купить допустим модуль, который сзади к мотоблоку цепляется и с ученым, чтобы ты ехала допустим на вот этой газонокосетке, мог ехать не идти за мотоблоком, а именно ехать и у тебя как бы модуль может поворачивать двигаться с тобой, плуг опускать ну короче, мотоблок превращается в мини трактор с рулем такие гаджеты на этот год, именно в них я вижу уверенность в завтрашнем дне, кто-то будет смеяться но честно, что касается бизнеса, что касается моего хобби рыбалок и так далее что касается развития производства в этом, ну я не вижу пока не вижу, что будет завтра через месяц, через год а вот в этом во всем, в этом инструменте я знаю, что я буду делать даже если все будет хорошо в чем я очень сильно уверен я все равно попробую эти все гаджеты как они работают, ну интересно потому что все были детьми и все, каждый человек садил в своей жизни хоть раз садил картошку и прекрасно понимает тот момент когда ты копаешь там допустим 10 соток окучиваешь их, садишь собираешь и все это на самом деле да, кайф, я не спорю но на дворе 21 век и браться за лопату когда есть более удобный инструмент который ты кайфуешь от того, что нет рутинной работы то есть все делается механизированно одно дело, когда бы этого не было то да, вариантов нет но это ведь есть и этим нужно уметь пользоваться когда те же самые 10, 20 соток ты потратишь ну я не знаю условно говоря 2 часа либо ты потратишь на это 2-3 дня в этом-то вся фишка все нужно автоматизировать и чтобы это все работало короче, гаджеты куплены планы построены так что нынче есть у меня участочек он уже много лет стоит и земля там, как говорится, отдыхает вот на нем мы будем испытывать нынче, конечно, я планировал заселить там газон сделать ландшафтный дизайн но какой будет самая суперская картошка я надеюсь а может и все это развалится и это все блестяще и красиво покрашенное не будет работать короче, видно будет так что не забывайте подписываться на мои два еще канала это мое производство и буровое дело и ссылочки я оставлю в описании там тоже я буду рассказывать свои будущие направления на этот год на последующие года здесь канал он конкретно мое хобби то есть если я раньше катался на снегоходе ездил на мотоцикле куда-то в гору то нынче немножечко все поменялось но я думаю удовольствие и кайф будет такой же так что всем пока спасибо за субтитры спасибо за субтитры